Всем привет! С вами Денис Мейджор. Сегодня воскресенье, я играю в Super Mario Maker. Как и в прошлый раз, сегодня посмотрим уровни по моему списку, ну и какие-нибудь из топовых уровней, из мирового рейтинга тоже там, тоже посмотрим. Ну и пока я прохожу этот, надеюсь, легкий уровень для разминки видео, хочу еще раз напомнить, почему некоторые уровни, которые вы присылаете мне, могут не попадать в видео. Есть несколько причин, я их озвучу в порядке частоты их возникновения от самых частых. Самая частая причина, как ни странно, уровень не найден. Ну, по крайней мере, то, что мне пишет система, когда я пытаюсь найти этот уровень, я ввожу код и мне пишет уровень не найден. Причем, знаете, бывает такое, что мне, например, сегодня прислали код, там через день, через два я его смотрю и его уже нет. То есть, либо там, получается, может, человек ошибся где-то в циферке, либо, может, действительно удалили уровень. Бывает такое тоже довольно часто. Не умираю, Марио. Вот. Вторая причина, это то, что если уровень я либо уже проходил, либо, знаете, бывает, когда много... Ах, не надо было так делать. Неизвестный, скорее всего, лучше не прыгнуть. То есть, когда мне один человек присылает много уровней, я их сразу уже не прохожу. То есть, раньше я там делал видео с подборками из, там, кучи уровней одного человека. Сейчас я так не делаю. Стараюсь, можно сказать, дать всем слово. Ну, просто сейчас им много довольно людей. Мне уровни-то присылают. Плюс я сейчас уже не делю, там, уровни подписчиков, не уровни подписчиков, как бы... Ну, вот, присылают мне уровни, которые, там, коды. Я, конечно, записываю, кто присылает. Ну, и их, в общем, я и прохожу. Вот. Такая тоже причина бывает. Третья причина по частоте, это бывает такое, что, ну, уровень показался мне не настолько, там, допустим... Ай, ну, нет, я же знал, что цена не на лопат. Не настолько интересна. Бывает такое, в принципе, не так уж и часто. Ну, и совсем редкая причина, это то, что уровень показался мне настолько сложным, что я его не смог вообще пройти, даже, там, куда-то продвинуться. Ну, такое бывает. Редко, но бывает. Вот. Наверное, да. Реже всего. О, мне так кажется. Ну, или хотя бы мне, по крайней мере, хотелось бы так думать. Нет, ну, на самом деле, большинство уровней, которые мне присылают, я прохожу. А, ну, я говорил, да, бывает такое, что мне присылают один уровень дважды. Ну, причем дважды как из серии, допустим, я уровень проходил спустя. Ну, я же сюда должен был допрыгнуть, я же помнил, где это. То есть, я уровень когда-то давно проходил, мне его заново присылают. Было такое пару раз, наверное. Ну, в общем, было. Так что, просто знайте. Почему уровень может не попасть на видео? Есть несколько для этого причин. Вот. Просто те же, например, неудачные уровни, ну, которые, допустим, у меня там не получается совсем пройти, я их играю, но не включаю. Смотрите, вот здесь, да, 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 вот я помню, да, вот так вот. Не включаю их просто в финальное видео, я их вырезаю, когда монтирую видео. Ну, вы понимаете, что когда я снимаю вообще вот эти видео именно про Super Mario Maker, особенно если это не 100 жизней Mario, то монтажа получается довольно много. То есть, я вырезаю, там, момент с поиском уровней, там, бывает, знаете, сеть тупит, бывает, там, пытаешься разобраться, какая буква написана, есть такие моменты. Ну, в принципе, уже, конечно, привык, уже довольно все быстро, но, тем не менее, чтобы не заполнять видео, там, лишней информацией, которые, ради которой вы точно не пришли смотреть мой канал, я стараюсь, как бы, это все монтировать. Практически без монтажа у меня пускается прохождение Super Mario Galaxy 2 сейчас, Super Mario Galaxy 2 прохожу. А что, все, я думаю, я еще моргаю. Офига себе. Ну, ладно, здесь был этот, флаг, да. Ну, чекпоинт. Вот. Но там сейчас тоже я монтирую иногда, когда, знаете, если бывает, на одном месте застрянешь, и я вырезаю, чтобы, ну, как бы... А-а-а, я что-то... Блин, я думал, это монетка. Ну, желтый, желтый, как... Ну, он разного цвета, конечно, я вижу, да, но, знаете, как бы... Так, как мне... Вот, вот, все. Вот так, именно так мне нужно взять этот гриб. Он здесь не один, судя по всему, игра не будет скупиться, ну, уровень не будет скупиться. Но гриб, да хватит там крутиться! Мне вот не нравится, что он долго крутится, но это понятно, это часто вообще бывает. Ну, то есть, в принципе, когда ставят люди малыша Боузера, он вот так довольно часто крутится, и чем он раздражает. Давай драться из серии, чувак! Все, я прошел это место. Спускаемся. Вот это прикольно, кстати, с этими спляшущими пушками, потому что они же стреляют, когда ты далеко от них отходишь. Ну, то есть, такая и сложность, и... Так, все, я прошел. Не взял последнюю бонусную монетку, не имея ни малейшего понятия, где она была. Ну, там, если бы, может быть, уровень побольше поизучать, я бы это понял. Ну, а мы переходим к следующему уровню. Уровень SCP Foundation. Слушайте, мне вот что-то аббревиатура SCP напоминает, но, честно говоря, я не могу вспомнить, что именно. Стыдно, наверное, мне должно быть. Я не знаю, про что уровень, кстати. То есть, здесь будут... Будет какой-то... О! Так, а что, я должен уничтожить привидение? Ведь мне нужен ключ взять. Я же не могу его уничтожить. А как тогда быть? Слушайте, а мне интересно. Ведь это как-то можно пройти. Правильно? Как-то можно пройти. А как? Так. А-а-а! Понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Но, в принципе, я подозревал, да, что раз привидение, если я его не могу убить напрямую, ну, то есть, без использования каких-то там секретных прикольных штук, то, может быть, я его смогу убить с помощью... Какого нет? Ах, слушайте, это же мне... Короче говоря, либо это очень долго надо проходить, вот это именно место, либо очень внимательно и очень быстро. Ну, не скажу, что здесь сильно прям запрятали этот гриб, не гриб, блок со звездой, но, тем не менее. Нет, здесь, в принципе, у меня даже нет особых претензий, потому что игра как бы намекает, что тебе нужна звезда. То есть, если ты так посидишь, подумаешь, ты поймешь, что да, именно звезда тебе нужна. Мне почему-то казалось, что именно этот сейчас не будет гореть. Хм. Видели, да, там кирпичная стена. Так, у кирпичной стены как раз горел, да, сейчас. Значит, мне нужно попробовать... Сейчас вот я так попробую сделать для ускорения прохождения. Добежать до предыдущей, до кирпичной стены, до предыдущей факела, до предыдущей ли-то как-то назвать. Хотя вот... Ага, все, он заканчивает прям... Нет, я думал, они уже перестали гореть. Ладно, будем через два. Ну, через один как бы чересчур будет, да, правильно? Это совсем будет как-то нехорошо. Надо запоминать, где горит факел, и когда пропадает, на горящий факел идти. Что-то да, такой уровень... Ну, прикольно, прикольно. Посмотрим, что будет дальше в этом уровне. Вот, то есть, ничего непроходимого я пока не вижу. Ну, во всяком случае, если вы это смотрите. Так, ага. Вот, и бежим сюда. И бежим сюда. И бежим сюда. Нееет! Чуть-чуть один там пиксель. Блин, слушайте, а если попробовать... Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас вот что попробую сделать. Значит, делаем так. И... Ага, 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 ага. Нееет, не в этом... Вы поняли идею, да? То есть, взять в последний момент, ну, подальше постараться пройти... Пусть эта звезда пропрыгает. Взять ее там где-нибудь почти уже в конце. Подобрать, убить привидение. Соответственно, сэкономить себе немножко времени. Вот. Быстро бежим. Быстро, очень прям. Так. И здесь быстро бежим. Ага. Так, короче, здесь нужно продержаться, видимо, вот это все время, да? Это, конечно, плохие новости. Но я, по крайней мере, вы поняли, что я сделал, да? Короче, мне нужно вот туда-сюда ходить. А-а-а, слушайте, это изнуряюще. Скажу я вам. Здесь просто легко ошибиться в таких повторяющихся действиях, требующих при этом довольно большой точности. И я надеюсь, что меня... Ага, все, все. Хух, хух, блин, здесь бы чекпоинт поставить... О, хе-хе. Молодец, автор, молодец. Вот именно где я сказал, что вот здесь бы чекпоинт поставить, здесь стоит чекпоинт. Так, ну, это легко. Ну, должно быть. Сейчас отсюда еще полезут. Все, больше не полезут. В одной из гумб, я так понимаю, ключ, да? Все, ключ мы добыли. Идем дальше. Прикольный уровень. Прикольный. То есть такие мини-испытания... Прикольный. Ну, правда, сейчас посмотрим, какое будет следующее испытание. Как мне кажется, второе испытание вот с этими... С факелами, оно было довольно сложным. Так, ну, все понятно. Нужно просто убить Боузера. Ничего сложного нет, но... Нужно для этого пользоваться обязательно только огнем. Другого способа убить его нет. С другой стороны, в графике Супер Барио Брос 1, он у нас не падает. Ну, знаете, так сильно падает, чтобы тряслась земля. Марио парализовало. То есть здесь так этого нет. Поэтому, в принципе, ничего не мешает нам его сейчас забить. Получается, самый сложный момент этого уровня был с этими самыми... С факелами, да. Все, мы убили Боузера. Я так понимаю, это последнее испытание было, да? Я сейчас посмотрю. Сейчас посмотрим, потому что вдруг еще не последний. Да, все, это было последнее испытание. Я прошел этот уровень и иду дальше. Прислали мне этот уровень, сказали, пожалуйста, пройди. Судя по всему, уровень сделан по игрушке в Undertale. Игрушке Undertale, в которой я к студенту своему до сих пор не поиграл. Ну, просто не играю я на ПК. Я все жду. Не знаю, вдруг Undertale бы выпустили на Switch. Да хотя бы даже на PlayStation 4, я уже согласен. И никогда. Вот такая типа засада. Я знаю, что многие мои подписчики успели поиграть в Undertale. О, слушайте, а прикольно. Интересно, он так везде будет? Так. То есть, метод Крот еще как бы компаньон. Так, грибы жизни он мне дает. Ну, жизни мне не нужны. А, ну в принципе, у меня и так уже взят. Так, смотрите, мне нужно идти сюда или нет? Как вы думаете? А я попробую. Хм. Ага, здесь. А почему я дальше-то не прошел? Может, стоило? Ну, просто интересно посмотреть, а что там? Да ну... Ага, нет, серьезно. Да чего вообще, чувак? Денис, ну как так можно-то? Все, останавливаемся. Ну, вдруг здесь что-то есть. Ну, что здесь нет? О. О, ага, можно сменить персонажа. Не играл, не играл. Не знаю. Ну, написано Эми. Наверное, Эми, значит. Судя по всему, это даже... А кто это вообще? Это именно персонажи из игры Undertale? Или похожие персонажи из игры? Ну, на тех, которые были в игру Undertale. То есть, Nintendo в курсе про игру Undertale? Просто если они... Nintendo в курсе, они бы наверняка выпустили там. Потому что я не для Wii U, не для 3DS, не для вид, ничего я не видел. Если хоть для какой-то консоли Nintendo или там другой есть игра Undertale, вы мне напишите. То есть я, может, там на реклбоксе в нее поиграл или еще... Ну, на ПК, правда, ну, серьезно. Не, блин, да. Ай, как так можно? Я даже не на льду был. Как я так мог сделать? Позор просто вообще. Все нормально же играл. Ну, в смысле, а что здесь играть? Вроде несложный уровень. Ну, ладно. Так, давай. О, как их прижимает. Так, давайте-ка вот так вот. Ага. Так. Ну, в принципе... Ладно, давайте попробуем взять эту монетку. Че бы и не. Че бы и не. Сколько у нас их здесь? Пять. Пять монеток. Да, пять, я правильно посчитал? Пять, да, четыре еще осталось взять. Так, наверх мне же, наверное, нужно идти, да? А, ну я же там все равно не пройду, так что... А что вот это? Ага. Так, хорошо. Это тоже какие-то персонажи. Странно. Слушайте, а много персонажей? Я не знал, что так много сделали уже персонажей для вот этого Мистери Машрум. Кстати, я вот что не проверил. Я уже говорил, да, что для 3DS-ки вышло обновление Супер Марио Мейкер 1.03, в котором до сих пор не завезли нормальные интернет-функции. Нету поиска по коду уровня. Нету возможности отправить свой уровень в интернет, а не по стрит-пассу. Вот. Но при этом, может быть, я не знаю, я не проверял про Мистери Машрум. Потому что раньше его не было. Вот этого уровня. Ну, вот этого гриба с упростительным знаком. Его не было в версии для 3DS-ки. И я не проверил, добавили ли его сейчас. Я просто забыл про этот момент. Хотя я вот посмотрел обновленную версию для 3DS-ки, запустил специально. Я сейчас вообще очень 3DS-ку практически в руки не беру. Потому что... У меня есть свитч. Сейчас еще Марио Карт на свитч завезли. Вообще красота. Я думаю, надо по нему побольше поиграть. Там постримить, может быть, или чего. Так, хорошо, хорошо, хорошо. О, все. Так. Угу, красота. Нет! Так. Ага. Здесь нет еще? А, что это? Что мне это дало? Чиппоинт! Чиппоинт. По крайней мере, мне есть чиппоинт. Так, хорошо. Красивый уровень, хороший, прям. Качественный уровень. Вот, мне такие нравятся. Он, помните, мы уровень приключений Принцессы Пич играли в прошлое воскресенье? Он был, правда, очень длинный и такой, затянутый. Но при этом интересный. Так, там Колючкин. Я не смогу на него прыгнуть. Я, к сожалению, загнал себя в угол. Пришлось потерять гриб. Так, здесь ничего мне коснуться не может. Так. Хорошо. Сюда я не могу. Вот, сюда могу. Так, хорошо. А, как мне? А! Понятно. О, нет. Хуй. Я что? О! Надо дух перевести. Так. Еще один чиппоинт. То есть, видимо, меня снова ждет такой довольно долгий уровень. Ну, хорошо. Хорошо. Долгий, так, долгий. И вот это прикольно. Это хорошие моменты. Прям лайк. Лайк, подписка и все такое. Так. Она еще упала. Вообще. Ай! Как некрасиво. Как. Вот именно некрасиво получилось. Как-то. Неаккуратно. Вот. Вот слово. Неаккуратно. Че? А че, не последнее что ли? А где еще? Или здесь последнее в трубе будет? Не похоже. Что-то. Такое ощущение, что здесь есть какой-то невидимый блок. Вот я прям чувствую, что здесь должен быть невидимый блок. Но его здесь нет. Отстой. Хорошо. Так. Гигантские гумбы. А, да. Вот. Все время забываешь, что они распадаются на два. Чего? Чара и все. Ага. Мне просто там подсказали, что тут персонаж в этих вот, видите, подсказках. Вы их видите только урезанные, потому что я их отключил, чтобы они меня на экране не загоражили. Но на вью геймпаде их можно посмотреть полностью. Опять малыш Боузер. Ну, много грибов. Кстати, смотрите, здесь грибов ограничено. Количество. Слушайте. Йес. Ограниченное количество. И это добавляет какой-то элемент экшена. Ну, потому что, знаете, если бы здесь была просто труба с плюющейся, да, там, цветками вот этими огненными или грибами, то, ну, ты понимаешь, что сколько бы ты не терял эти вот апгрейды, ты их всегда можешь заново получить. А здесь не можешь. Не можешь и все. Да. Ну, вот, да. Видимо, где-то я еще должен был взять розовую штуку. Я же вряд ли сюда больше вернусь еще раз. Если бы мог я сюда еще вернуться, было бы круто. Так, хорошо, все, больше мне здесь ничего не нужно. Так, давайте вот так вот сделаем. От этого нужно спасаться. Да, вот этот огонек тут мешает. Ну, все равно, знаете, вот много вроде бы здесь всяких штук, которые меня могут убить, но при этом игра все равно не спамит ими. То есть, типа, знаете, можно здесь нормально драться с боссом. Это вроде сложно, но без излишеств. Так. Все. Все. Уходим отсюда. Уходим. И что? Это все? Это, конечно, там где-то я видел... Да, все. Я не смогу уже взять оставшуюся, к сожалению, монетку. Но, тем не менее. А что это было? Летающий облак, а зачем оно там? Хм. Не знаю. Ну, ладно. Идем дальше. Приключения Варио. Кстати, да. Игр про Варио как-то не хватает, по-моему, на Wii U. Ну, Wii U, ладно, уже можно забыть. На 3DS-ке... На 3DS-ке же тоже нету полноценных игр Варио. Правильно? Про приключения. Вообще, их, по-моему, после Wii, собственно, и не делали. Так. И что мне здесь нужно сделать? Эээ... Видимо... Ааа... То есть, нужна бомба. Так. Угу. Что-то начинает проясняться. Посмотрим. Да ну... Что ж, Денис, ты делаешь-то? Ну, блин. Вообще. Так, бомба. Я помню. Лежи-ка здесь. Ага. Так. О. Ага. Прикольный тоже уровень. Вот. Мне нравится. Мне нравится. Интересная, в принципе, идея. Не сложный, но... Такой... На мой взгляд, интересный. Ну, по крайней мере, это из того, что я вижу пока, мне нужно успеть. Я помню. И зачем? А зачем мне нужно сюда успеть? А, подождите. Ах, вот оно что. А, подождите, а это что? Интересно. А, это тупо жизнь. Ладненько. Короче, я понял. Да, и нужно быстро обратно. Вот это я просто сразу почему-то не запомнил, что до конца придется. А, ну смотрите, здесь может быть вот так вот сделать. Так. Ага. Ага. Вот, теперь бежим, сломя голову. Так. Ва, успех. Так, хорошо. Что? Все! Что такой короткий? Блин. Еще классный уровень и такой короткий. Вот он был в два раза длиннее. Можно даже в три раза длиннее. Классный уровень, но очень короткий. Идем дальше. Вот, я поэтому решил еще один уровень от этого же подписчика взять. Потому что, во-первых, тот был короткий. Во-вторых, этот называется Варио Адвенчер 2. То есть, приключение Варио вторая часть. То есть, вместо того, чтобы делать один длинный уровень, он сделал два, то и три. Потому что вот здесь еще один от него есть. Не знаю, посмотрим ли мы в сегодняшнем видео. Но если этот будет тоже короткий. Если тот тоже будет называться Варио Адвенчер. То обязательно посмотрим его тоже. Потому что, ну, они довольно короткие. О, да, я понял. Нужно отсюда туда. Ну, все понятно. Взять тот П, понимаете? И снова, кстати, нужно вернуться в эту дверь. Так, сейчас вспомню. В какой именно Варио игре была такая механика. Я мало играл Варио игрой. Серьезно, я как-то больше по Марио. Так, хорошо, падаем. Ага. Так. Так, перепрыгиваем. Так, подождите, а мне же, мне же, мне же вернуться назад надо. Так. Вот, я успел. И это тоже конец. Ну да, значит, посмотрим третий уровень. Понятная идея, но в принципе, смотрите, можно было это реализовать в рамках на уровне. Мне кажется, было бы даже интереснее. То есть, сделать не вот флаг итоговый, а чекпоинт. То есть, ты все равно будешь начинать с чекпоинта. Ты бы прошел первый элемент, а потом идет следующий элемент, потом там третий элемент. Мне кажется, было бы круто. Так что, давайте посмотрим, что там дальше. То от ран. Вообще говоря, не Варио с Адвенчером. Но поскольку, ладно, предыдущие два уровня были очень короткими. Притом, что довольно простыми. Я их быстро прошел. То давайте посмотрим третий. Может быть, даже, кто знает, добьем мой список сегодня. Или нет. Или нет. Нет, наверное, не добьем. Так. А это что? А, то от ран. Помните, мы не можем прыгать. В то от ране мы ведь не можем прыгать. Подождите, а как тогда, если я не могу прыгать? А, нет. Или тот ран имеется в виду ралли с Тоддами в Супер Марио Ран. Да, здесь же можно прыгать. Просто помните, мы играли какие-то уровни. Какой-то уровень, как же он назывался? Я не помню уже. Тоже с Тоддом. Он был сделан по мотивам Кэптон Тодд Трэжер Трэкер. Где Тодд как раз прыгать-то и не может. Да, здесь-то, в общем-то, с этим никаких проблем нет. Там наверху был стебель. Я его... Наверное, надо было его... О, служите, прикольно. Прикольно. Мало, опять же. Но прикольно в том смысле, что здесь тоже вот эта идея, что нужно постоянно бежать, убегать. Но, опять же, вот этому уровню тоже не помешало бы развитие. Потому что вот именно вот это ощущение погони, оно у меня появилось уже почти в самом конце. Потому что до этого довольно было легко. Сложность нарастает, в уровне нарастает. Это круто. Но вот, реально, развить его дальше, сделать длиннее вообще супер будет. Идем дальше. Как я обещал, смотрим уровни, какие у меня здесь есть по топу. И какие я еще не играл, не проходил. Супер Марио Уорлд Трамплинс. Давно мы не играли в графику Супер Марио Уорлд. Вот что я вам скажу. И вот этот уровень я не помню здесь. Так что давайте попробуем. Прохождения у него, в принципе, много. Он вряд ли сложный. Скорее всего, он довольно легкий. Ну, посмотрим. Может быть и нет. Может быть, это просто все такие крутые. А я, типа, такой, там играть не умею. Но, так, хорошо. Ну, если ему много звезд поставили, значит, уровень, наверное, крутой, да? Ну, я так предполагаю. Что-то пока непонятно, в чем, в чем прикол. Я просто надеюсь, ну, не знаю, грипп может взять, может, да. Вот хотя, в принципе, зачем мне грипп? А вот и грипп. Так, хорошо. Вот жизнь. Вот тебе грипп. Вот тебе жизнь. Кстати, я тут что-то где-то смотрел, что у Шигера Миямото, у Супер Марио Уорлд, вроде как, любимая часть Супер Марио. Тоже думаю, что это он такой? Что это у него Супер Марио Уорлд, любимая? Лучше бы сконцентрировался на том, чтобы у него какая-нибудь самая последняя часть была любимая. Чтобы каждая новая часть была любимее предыдущей. Да? Подумали мы. Потому что, ну, мы же хотим получать все более крутые игры Марио. Понятно, что там Супер Марио Уорлд, это все там крутые игры, там, прошлого и все такое. Но это же не так, что мы, знаете, можем только ностальгировать про эти игры, потому что больше они не выходят. Они выходят до сих пор. Если так подумать, у Нинтендо получается больше всех остальных держать марку, ну, практически каждой, наверное, игровой своей серии. То есть, когда вот я сам покупаю какую-то консоль от Нинтендо сейчас, я понимаю, что я хочу на ней Зельду. Я хочу на ней Марио. Я хочу на ней Метроид. Что еще я на ней хочу, кстати? Ну, ладно, пикменов я особо там не жду. Ой, нет, как я так мог? Ну, просто тот платформер про пикменов, который сейчас выйдет на 3DS-ке, он не совсем то. В общем, ради чего... А, ну ты что? Ради чего? Я раньше, по крайней мере, играл в пикменов. Вот. Так, что там еще? Метроид на 3DS-ке нормальный. Опять та же ошибка у меня. Денис! Запомни, что он прыгает и проходи по низу. Не завезли Метроид нормальный на 3DS-ке. Непонятно. Вообще, что-то про Метроид забили как-то, да? Не хорошо. Классные же игры у вас были. Метроид Прайм 3. Ну, шедевр вообще. Второй мне не понравился, правда. Первый Метроид Прайм. Супер. Ну, я даже не говорю про двухмерный. Они, в общем, тоже были довольно огонь. Вот. Но, если говорить про трехмерный Метроид Прайм, ну, просто супер. На 3DS-ке, в принципе, неплохой Метроид был. Как он там забыл какой. На 3DS-ке выпустили же только этот командный. Я поэтому его, как бы, и не считаю. Потому что это, ну, все-таки... Ой, нет. Я что-то думал, что я его туда сброшу, и он там останется. Так, все. Мы прошли этот уровень. Я честно не понимаю, почему мы так много этих звезд поставили. Может, здесь есть что-то, чего я не нашел. Может, какой-то секретный проход, и все раскрывается. Но, как по мне, уровни даже, которые делают мои подписчики, не хуже точно. Так что, идем дальше. Уровень от Дэна Панкрата. Так, я сейчас тут привидений вижу. Много чего-то там. Но, у Дэна Панкрата обычно тоже короткие уровни. Может быть, посмотрим тоже несколько из них. Куда идти? Видимо, в дверь. А я точно это не проходил? Что-то мне напоминает. О! То есть, видимо, нужно... А, подождите, а я же могу сделать вот так. Так, хорошо. Ага. Могу. Понятно. Да, понятно. Теперь нужно... Так, а где мне искать ключ? То есть, ключ либо в привидениях, либо скрыт в одном из вопросительных знаков, да? Наверное. Получается так. Давайте посмотрим первую догадку. Нет ли его где-то в более очевидных местах. Потому что искать его в вопросительных знаках будет не очень удобно. Так, стойте, стойте, стойте. Ну, в смысле, в прямом смысле, стойте. Так. Ай! Что-то тяжело прыжки идут. Да ну нет, ну, Денис. Ну, давай-ка. Так. Ага. Ага. Так, вот здесь можно пробежать в сторону, вот сюда. Так. Да, видимо, нужно бить все эти самые. Ну, тогда, конечно, плохой момент. А, о! О, о, о! Смотрите. Вот, что нужно сделать. Так. Где у нас могут быть... Я думаю... В привидении. В одном из привидений. Все. Мы взяли ключ. Взяли ключ и, получается, прошли этот уровень. Вот так. Надо тоже аккуратно было, потому что можно было еще на привидения напороться. Глаз да глаз. Идем дальше. Уровень с огнями. В принципе, что-то похожее мы видели сегодня в начале. Я его запустил, потому что хочу посмотреть, насколько я усвоил урок. Потому что, смотрите, с этими огоньками... Так. Ну, в принципе, смотрите, если идти вот прям так... А, да, нет. Ну, я хотел побыстрее-то пробежать, побыстрее, потому что медленно оно, наверное... Ой. Ну, здесь, наверное, не получится, да? Подождите, а если я... Не-не-не. Не по... О! Я ж только что меня прям буквально поджарили. Так. Так, я все думаю, а как бы... Так, а там, смотрите, они учащаются. Становятся по два. То есть, наверное, дальше по одному. Вот где по одному? Там, наверное... Нееет! Нет. Надо этот уровень на перемотке показать, как я его прохожу. Вот, решил вот так вот, таким образом пробежать, потому что, в принципе, ничего в этом уровне больше нет. Дальше идем. Так, этот уровень, как я понял, подводный. Он побольше, поэтому сейчас его посмотрим. Должен быть, по идее, сложным. Учитывая то, что я там вижу. Так, а я точно не играл в этот уровень? Точно? А нужно ли мне, обязательно ли мне собирать все эти монетки? Слушайте, я, наверное, собир... Обязательно. Ладно, сейчас это сначала нужно узнать. Этот уровень я не играл. Так, ну, кстати... Да, монетки нужно обязательно собирать, судя по тому, что там мы видим флаг внизу. Так, сейчас черепах помочим. Да-да-да-да, потому что они бесят. Ага. Будем потихонечку собирать. В принципе, я люблю уровни на сбор монеток, где нужно там по разным местам лазить, их собирать. То есть, это какой-то такой медитативный процесс. Единственное, что здесь-то мне... А-а-а, мне, наверное, можно попробовать вот этого жука, панцирь, с него выбить. И панцирем пропинать кирпичи. Правда, если я так буду делать, то возникнет другая проблема. Так, ну-ка посмотрим. Так. Другая проблема будет в том, что я не смогу сюда пройти. Но есть у меня идея. Идея стать маленьким, потом снова стать большим. Хотя, может быть, я просто возьму вот эту штуку и стану маленьким вот так. Опа. Так, это, в случае, не том нук. Так, хорошо. А вот это, кстати, прикольно было. То есть, я смогу... Ага, нужно обратно. Сходить обратно. Вот сюда. Так, здесь нет никаких опасностей, судя по всему. Ага, берем монетку просто и уходим, да, типа. Ну-ка, вот это что? Кем я здесь стану? О, ха-ха, Марио подводный. Кстати, если же, в принципе, есть ли какие-то вот место машины, например, какая-нибудь подводная лодка? Вот если бы было, прикиньте, насколько бы интересно выглядели уровни подводные вот в таком формате. То есть, по-моему, нету ведь никаких подводных таких лодок или чего-то похожего на них, да? Если нету, их стоило придумать. Так, быстрее текаем отсюда. Все. Все, я прошел этот уровень и мы идем дальше. Супер Марио Брос З 2.3 от Клоки еще посмотрим. Вот. Так, а у нас здесь будет сложно быть. Ну, какая разница? Какая разница? Посмотрим, какой будет, такой будет. Неважно, от сложности не откажусь. Если, конечно, очень легкий будет, тогда не прикольно. Если хотя бы средняя сложность. Хотя, это тоже, видите, относительные параметры. Я понимаю, что сколько вот я играю в Супер Марио Мейкер и со временем уровни, которые мне когда-то, когда-то казались сложными. Они уже больше не кажутся сложными. Ну, это, наверное, хорошо. Я уже не раз говорил, что в целом средний, как бы, уровень уровней вырос. Не только в плане, там, какой-то сложности, а в плане их качества. Потому что поначалу многие уровни, они были просто мешаниной монстров, блоков и всего прочего на экране. И, то есть, до появления уровней с идеей, с идеями, прошло довольно много времени. Вот здесь, например, видите, вот мне нужно обязательно на ЕГАЗе ползать. Потому что, видимо, других способов нет. И это сильно усложняет этот уровень, который, в принципе, до этого был совсем практически другим. Но это довольно прикольная вещь. Потому что ползать вот так на ЕГАЗе есть с этим определенная сложность. Хотя и не то, чтобы очень сложно. То есть, это не бублики, которые тебя вообще там отпинывают в другой конец уровня. Но и есть что-то, в общем, все равно сложное. Но прошел этот уровень, так что идем дальше. Уровень 1.4, замок робота младшего. То есть, видимо, мы снова будем драться с Боузером младшим. Уровень, замок, в принципе, это прикольно. Это, может быть, даже сложно будет. Ну, во всяком случае, здесь есть лава. А, вот как. Здесь еще... Вот так вот, да, прям. Так, слушайте, а как? Ага. Не-е-е, а почему я там... Э, ну там же я не смог бы упасть в лаву. Странно. Что за анимация? Так, смотрите, короче, мне нужно... Вот, опять. Можно сказать, заживало, как в эскалаторе. То есть, мне нужно сейчас взять этот самый... Трамплин. Ах! Какой это стоит? Ну ладно. По крайней мере, я сюда прошел. Так. Взял, на всякий случай, себе крышу над головой. Так, а здесь плохо дело. Ой, а как это? А, я могу там, поверху, в принципе, пройти и не париться. А, подождите, я понял. Панцирь нужно пустить. Он, наверное, сделает стебель. Наверное, так. Хотя, я бы, честно говоря, сохранил панцирь на себе. Потому что... Потому что я что-то... А, вот все. Я перепрыгнул. Теперь у меня хотя бы есть запас по здоровью. Небольшой. Сталкиваем панцирь. Да, ну, я же говорил. Так. Хорошо. Хорошо. И, ну... Надо было его надеть уж, раз такая пьянка пошла. Так, хорошо. Ладно, грипп мне, по крайней мере, подвезут. Так. Вот, это прикольно. Слушайте, а так можно было? Вот это мне понравилось. Эй. А-а-а-а, слушайте. Это вот я очень плохо сделал. Ху-ху-ху-ху. Потому что шипы меня убивали. Так, хорошо. А что мне делать? Что мне делать? Вот этого я не понял. Или мне нужно было обязательно... Нет, видимо, мне нужно что? Пережить? Переждать? Или что? Что мне делать-то? Ну, то есть я же не могу в дверь войти, потому что... Ай! Меня же ничего не взят. Убить я его тоже не могу. А, вот. Его убивают. То есть мне нужно просто здесь продержаться. Ну, это, кстати, странный момент. Он мне не очень понравился. Потому что... Если бы мне нужно было продержаться в какой-то большой... Ёмкости, что ли. В большом помещении, где мне нужно было отпрыгивать там как-то. Ну, знаете, вот... Спасаться, в общем, от всяких напастей, пытающихся меня убить. Это было бы прикольно. То есть, ну, мы много таких вещей видели, да, в Super Mario Maker, которые вот я прохожу по воскресеньям, что нужно ворачиваться, нужно выжить. Здесь, в общем, нужно просто пригнуться и стоять на одном месте и подождать, пока на него это упадет. То есть, на мой взгляд, это не очень интересно. Но мы идем дальше. Бонус, капитан Тодд в путь. Капитан Тодд, снова уровень про капитана Тодда. Но, видимо, судя по его конфигурации, прыгать можно. Сейчас посмотрим. Если можно, то... Да, это у нас сильно привычно. А, нет, нельзя. Да, нельзя прыгать. Клево. Ладно, тоже хорошо. Подождите, а как тогда... А как мне тогда монетку, например... А! Собственно, как? Вот так. Так, можно же бегать. Так. Бежим за этой гигазой и поднимаемся наверх. То есть, прыгать нельзя, видите? Я, правда, здесь прыгнул. А, нет! А почему-то... О, короче, ладно. Начиная заново. Потому что иначе как... В общем, не прыгать. Бежать можно, прыгать нет. Денис, запомни, кнопки прыжок не существует. Как бы она существует. Но нажимать ее нельзя. Потому что... Будет плохо. Так. Э-э-эх! Так, ну хотя это немножко странный момент. Зачем здесь мне так сделали? Если я, в принципе... Я же могу... А, кстати, а если я на них буду кататься? Наверное, лучше этого не делать. Они-то начнут носиться. И не факт, что мне от этого будет лучше. Скорее всего, мне не будет от этого лучше. Поэтому мы сделаем вот так. Мы падаем. Так, снова... О, здесь повыше надо. Потому что здесь спайки у нее на голове. Так, хорошо. Идем в дверь. Не прыгаем, Денис, ни в коем случае. Я жму просто кнопку бега. Потому что... Без нее никак. Ну вот, видели, что было, например. Так, давай спускайся. А, мне... Мне вниз. Вниз нужно. А вверх, наоборот. А почему внизу тогда эта штука ездит? Непонятно. Ну ладно. Чекпоинт. Так. И что это значит? А здесь, типа, нужно прыгнуть? Ну, тут немножко странно. Потому что, получается, если мне... Первую часть уровня игра запрещала прыгать. А здесь вдруг нужно прыгать. А как? А, ну, есть одна идея. Есть одна идея. Она, конечно, странная. Но... Нет. Позже надо делать. Короче, пока этот падает. Быстренько напрыгнуть сверху на него. Но это немножко странно. Вот. Но получилось. Ну, правда, я потерял свою то-одную форму. Но получилось зато. Так, хорошо. Слушайте, у меня... А, ну мне, в принципе, я же не собирал монетки. То есть, прям так вот. Чтобы собирать. Поэтому мне можно... Вот так. Все. Все. Я прохожу этот уровень. Вот так вот. С прохождением этого уровня я выяснил, что я добил весь свой список. Во всяком случае, те, которые я успел записать уровни. Поэтому я запустил какой-то тут автоматический уровень. Предложили. Слушайте, а его разве не проходил? Ну, даже если проходил, ладно. Это все равно автоматический уровень. Здесь надо только жать бег. То есть, keep run написано. Полуавтоматический уровень. Потому что мне же нужно кнопки жать, получается. Все равно. Есть еще уровни, где нужно автоматический вроде. Ну, полуавтоматический. Но нужно еще и в трубу вручную заходить. Вот. Так что, я посмотрю еще, какие мне уровни присылали. Но я их, может быть, не записал в свой список. Такое тоже бывает. Я их не всегда записываю прям сразу, как мне присылают. Может быть, есть какие-то. Если нет, то присылайте. Потому что... Не, ну все равно. Есть, конечно, что проходить. Во что играть. Есть популярные здесь, которые далеко не все пройдены. Есть 100 жизней Марио. Я ведь так сложную... Высокую сложность так и не побил, что тоже надо проходить. Каждое воскресенье я снимаю Super Mario Maker. По вторникам какой-нибудь летсплей. В четверг прохождение Super Mario Galaxy 2. Но в остальное время разные тоже летсплеи, обзоры, первые взгляды, инструкции и все прочее. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать эти интересные видео об играх и игровых консолях. Ну и ставьте лайк, мне будет очень приятно. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока.